Для меня госслужба началась с 2009 года, когда я, собственно, выпустился из университета. Для меня пойти на госслужбу – это был выбор осознанный. То есть я в процессе обучения уже понимал, что хочу посетить себя государеву делу, что называется. Александр Мудров, руководитель аппарата заместителя губернатора Нижегородской области, выпускник факультета международных отношений ННГУ, делится опытом со студентами имами университета Лобачевского. Возможность лицом к лицу встретиться с человеком, состоявшимся в профессии, дорогого стоит. Тем более, когда ты еще только начинаешь осматриваться на рынке труда. С образованием устроиться легко, если ты можешь ответить за каждое свое слово и за каждую свою мысль, рожденную по итогам обучения на этом факультете, в этом институте. Самый главный секрет успеха – работать, и работать не покладая рук. В первую очередь над своим самообразованием. Эта встреча – одна из многих фишек, припасенных для студентов Института международных отношений и мировой истории Центром карьеры ННГУ. 12 апреля сотрудники Центра рассказали ребятам, что профориентация в ВУЗе – это целый мир. Если в нем сориентироваться, можно неплохо стартовать в профессии. Особенно повезло второкурсникам направления туризм. Как выжать из собеседования все возможное и как продавать себя, им рассказал специалист кадрового агентства «Келли Сервисес» Андрей Куликов. Я рекомендую пробовать себя в различных сферах, пробовать ходить на стажировки, пробовать разные сферы, разные направления, и пока не попробуешь, ты не поймешь, что тебе понравится. То есть работа по специальности, какие-то смежные специальности, временные стажировки, временные проекты, они все чаще сейчас появляются, и работодатель готов показывать свою работу, свою кухню и обучать работе. Несмотря на потенциал туристической отрасли, по словам представителей компании и работодателей, хорошие сотрудники в большом дефиците. Поэтому круизная компания «Гамма» и агентство деловых путешествий «НН» охотно приняли приглашение поучаствовать в деловой игре «Технология трудоустройства». Название говорит само за себя. Сам принцип этой игры – это отработка именно самой технологии трудоустройства. Сама игра у нас называется «Технология трудоустройства». То есть попадая в реальную ситуацию прохождения собеседования, общения с кадровым агентством, мы создаем модель поведения на рынке труда. Ту, которая максимально, как нам кажется, приближена к реальной ситуации. И сегодня ребята со второго курса «Институт международных отношений и мировой истории» попробуют на практике и расскажут нам о том, какие у них будут впечатления от этого процесса трудоустройства. Чего здесь у нас не хватает? Ну, в первую очередь, не хватает какого-то бизнес-центра. Москва. Конгресс на выставке. Да, чтобы у нас нет достаточно таких больших вместительных конгресс-залов, чтобы можно было пригласить какую-то иностранную делегацию, провести полноценное мероприятие. Казань по этому уровню, ну, в этом плане очень хорошо подтянулась. Екатеринбург. Екатеринбург, да, Ельцин-центр, отстроили там огромное количество. Ну, даже без Ельцин-центра у них отдельные конгрессы. Про Москву даже говорить не стоит. И сейчас просто наблюдается такая тенденция, что Ниженовка теряет позиции, а потенциал-то на самом деле есть. Знаете, на самом деле замечательная возможность, потому что, по сути, это… Ты испытываешь себя в реальных условиях. Поведение на собеседовании, плюс небольшие мастер-классы, как себя вести, что как нужно делать, будущий разбор полетов, какие ошибки мы совершили. Это все уникальные возможности, которыми нужно пользоваться. И ни капли не жалею, что пришел. Мы получаем здесь не только практику, но и такую определенную стрессовую ситуацию, где ты можешь понять, какие у тебя есть недостатки, возможно, недоработки. И в дальнейшем уже на реальном собеседовании их исправить и показать себя гораздо более достойно. Образование, высшее образование, уголовриат НГУ Бачевского, специалист, менеджер по туризму. Я могу тебе предложить временное или совмещение с учебой. Вот, наверное, вот так мы рассмотрим. Нам рассказали, как правильно составлять резюме. Я, если честно, очень многих пунктов не знала. Тем более, ну, как бы, я из Латвии, у нас это делается все по-другому немножко. Мне сделали много замечаний по поводу моего резюме, посоветовали, дали много информации. И более того, я отправлю его работодателю, потому что мне кое-что предложили. Сегодня, когда пробивные студенты, как правило, ищут работу на первом-втором курсе, а к третьему уже накапливают профессиональный стаж, главный приз деловой игры, стажировка с возможностью трудоустройства очень к месту. Центр карьеры обещает в будущем учебном году обкатать новый формат профориентационного конкурса и на других факультетах университета. Редактор субтитров А.Семкин